Мира вам души и вокруг себя. Решил сделать перевод очередного ролика. Я в гостях у одного старейшины в села Шаложи. Наша беседа начинается вот с таких вопросов. Я спрашиваю, сколько ему лет. Он отвечает, что на момент выселки ему было 7 лет. И попросил его рассказать о случае, который произошел с его родными, при поездке в город Грозный. И он говорит, что в один день, он не помнит, когда это было, но это было давно, до 44-го года, задолго до 44-го года, его родственники поехали на карете в Грозный. И когда они вечером возвращались домой, то две лошади, запряженные в карету, остановились. И никак не могли их заставить тронуться с места. Тогда один из них слез и решил посмотреть, что там лежит на земле и чего испугались лошади. А там лежал ребенок. Ребенок был не чеченец, но он знал пару слов на чеченском языке. И высказал эти слова и попросил, заберите меня. Они забрали этого ребенка и привезли в село Шалозы. Один из них пошел домой, думая, что второй заберет ребенка. И они ребенка забыли, хоть что оба брички. Утром, когда хозяин вышел на улицу, он увидел, что обе лошади помытые, очень аккуратно ухоженные, и бричка тоже чистая. Вот этот ребенок бедный боялся, что его выгонят из дома и решил вот таким образом показать свою полезность. Далее этого ребенка усыновили, дали ему имя Нурси. Он был из Лакцев, то есть из Дагестана. Мы его на чеченском называем Газунки. Сам этот старейшина, этого ребенка, который уже повзрослел, женился, и жил в селе Шалозе, не видел. Может и видел, но не запомнил, то есть не определил, что это он. Но он помнит 22 февраля 1944 года, за день до выселки, его послали к ним во двор забрать какие-то документы для каких-то налогов, но он не нашел дома Нурси и его жены, и когда они обратно возвращались уже в село, то по дороге им встретился солдат русский с автоматом. Он что-то по-русски им сказал, но они не поняли его.